всем привет на канале припресс сейчас я покажу вам как сделать из логотипа в растровом формате сделать его векторным вот например у нас есть этикетка как мы видим этикетка достаточно хорошо выполнена но логотип он растровый вместе с подложкой как мы поступим в данном случае я могу сказать так что этот фон был сделать сделан отдельно в фотошопе как тиф сейчас он у меня внедрен уже то есть не как линка уже embedded то есть внедрен саму саму работу поэтому мы открываем фотошопе этот текст эту картинку вернее и начинаем добывать на оттуда наш логотип берем волшебную палочку я повторюсь это быстрый способ для более так сказать кропотливая вам лучше его перерисовать либо найти такой шрифт иногда времени нету к качеству изображения качеству логотипа особо не придираются это вам очень может помочь толеранс выбираем такая которая нам удобно чтобы захватила максимально логотип пусть будет уже 16 вот достаточно выбираем image crop правой клавиши layer via cut убираем наш бэкграунд вот у нас наш логотип в плохом виде скажем так что нам надо сделать нам надо увеличить изображение до максимальных размеров то есть у нас resolution 300 так оставим и допустим у нас там миллиметрах или в пикселей мне удобнее почему-то в пикселей выставить там 1200 это будет если миллиметр пересчет то где-то 10 сантиметров давайте 150 миллиметров сделаем 150 15 сантиметров на 34 нажимаем ok она более-менее сглаживает нашу пиксельную сетку второй момент я сразу же закрашу это все можно закрашивать можно не закрашивать но для удобства покажу закрасим на очень быстро начал показывать плацаем на слое два раза выбираем цвет перекрытия цветом выбираем цвет черный нажимаем ok рекомендую сразу же перевести это все угры и скейл чтобы удалить информации можем фото ночь совместить картинку вот что у нас получается для того чтобы мы убрали эти размытые края нам необходимо имидж джаз нас радиант мэп нажимаем радиант мэп и как видим можем этими ползунками выровнять нашу работу то есть немножко надо при подмучаться чтобы более-менее гладко было ну я думаю достаточно да весьма ровненько хотя и кривовато это у нас вверх получился слишком таким образом мы больше ну это ширину букв мы увеличиваем уменьшаем ну думаю достаточно окей это половинка видите можно даже чуть выронить что она была более плоская вот окей окей сохраняем как как что угодно назовем лога пусть и вводит ради бог нам не жалко окей открываем в иллюстраторе специально для него открыл новую страничку помещаем place control что там control control b ctrl p ctrl shift p помещаем logo вот мы поместили так как оно есть потом нажимаем image trace и expand вот у нас логотип ангруп убираем лишнее поле обратите внимание что у нас буквы корявые но для того чтобы их исправить нам достаточно сделать выбрать такой смут стул там где карандашик инструмент и немножко подровнять по линиям вводим она подравнивается становится более более плавным настройки клацаем два раза это более гладкая это более аккуратно то есть можете поиграться с этими настройками и понять для себя что важнее буква у нас корявая честно говоря много лучше оставлю так как был но более плавным получается если что-то пошло не так всегда есть control z ничего страшного с первого раза что-то не получается выравниваем нашу прямую справа повторюсь это быстрый способ в идеале лучше перерисовать перу сейчас это показывать не буду довольно таки кропотливая работа и надолго ну что-то что-то из этого покажу обязательно как обрисовывать картинки переводите в данном случае мне достаточно будет такого логотипа для моих потребностей вообще желательно требовать у разработчика у дизайнера логотип чтобы не было потом вопросов почему он такой так если куда-то вам для мелких работ надо сделать именно этот логотип то вполне достаточно этого способа более чем ну вроде красиво здесь немножко здесь немножко как я уже говорил достаточно ноус вырезаем вырезаем помещаем ну делу вот он я сейчас вполне себе идентичный логотип то есть если мы группируем control z в принципе если мы так посмотрим то они вполне идентичны почему потому что здесь на островая сетка мешает так далее выберем пипетку выберем цвет цвет тоже надо узнавать то есть мы можем его еще чуть-чуть подделать 18 38 черное вообще уберем лишний цвет нам не нужен все порядок всем спасибо подписывайтесь на канал до новых встреч ставьте лайки задавайте вопросы удовольствием отвечу